В эфире Амурского областного телевидения «Область говорит». Программа, темы для которой могут предложить сами амурчане. В студии Наталья Ткачук. Здравствуйте! Около тысячи социально значимых объектов в трехстах населенных пунктах Амурской области получили высокоскоростной проводной интернет. Ко всемирной сети, школы, сельсоветы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и учреждения культуры подключили в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Специалисты отмечают, доступ к цифровым сервисам получили госучреждения даже в самых отдаленных населенных пунктах. Линии строили с учетом сложного, иногда горного рельефа, глухой тайги и болот. Теперь надежный проводной интернет имеет самый северный населенный пункт региона – село Алёкма, где проживают около 450 человек. Современные линии связи были проложены также к таким труднодоступным и отдаленным населенным пунктам, как Чильчи, Харагочи, Уснюкжа, Ларба Тындинского района, Ивановский Мазановского района, Горный и Бомнак Зейского района, Златоусовско-Ивановское, Селемджинского района. На базе созданной инфраструктуры в ближайшее время связь 4G получат еще 28 малых и отдаленных сел Преамурья. Ключи от новых квартир вручили жителям поселка Прогресс. Многоквартирный дом для них построили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Этот многоквартирный дом по улице Пушкина возвели для переселения жителей Прогресса из аварийного жилого фонда. Каждая квартира оборудована приборами учета и современной сантехникой. Дворовая территория около новостройки благоустроена. На территории выделены площадки для хозяйственных нужд и размещения мусорных контейнеров. Вскоре здесь также установят детские спортивные комплексы. А сейчас о новоселах в погонах. 53 квартиры куплено за счет федерального центра для полицейских «Свободного». Ключи получили сотрудники, которые нуждались в улучшении жилищных условий, и те, кто приехал работать в город из других районов Преамурия и регионов России. На покупку новых квадратов свободенским стражепорядком правительству Амурской области было направлено полмиллиарда рублей. В квартирах сделан ремонт, установлена мебель. В «Свободном» сделано все для сотрудников, чтобы проходить в дальнейшем службу. Получают квартиры, в которых можно спокойно жить, своей семьей ни о чем не переживать. Следующее новоселье для семей сотрудников полиции в «Свободном» запланировано на начало 2021 года. В городе для них строится дом на 60 квартир. Добавлю, что сейчас в местном отделе полиции имеются вакантные должности – оперуполномоченного, участкового, полицейского патрульно-постовой службы, инспектора ДПС, следователя и дознавателя. Также дополнительно ведется набор на вакантные должности пункта полиции на территории строящихся объектов Амурского ГПЗ. Принятым на службу гарантирован не только полный социальный пакет, достойная заработная плата, оплачиваемый проезд к месту отпуска, но и возможность улучшения жилищных условий. Дождались. В «Свободном» открыли новый путепровод. 174-метровый мост через ЖД-пути строили два года и сдали в срок. Кстати, подобные сооружения планируется возвести также в Завитинске, Серышеве и Новобурейском. Сейчас правительство региона работает над привлечением средств на эти проекты. Добавлю, что начало ноября знаменовалось и окончанием ремонтных работ на двух главных дорожных артериях Благовещенска. Открытия улиц Ленина и Горького ждали многие жители областной столицы. А вот в Райчихинске тем временем завершается капитальный ремонт улицы имени Зарубова. Ремонт шёл комплексно. Рабочие заменили подземные коммуникации, организовали современные вместительные парковки, тротуары, подъезды и освещение. Создание спортивной площадки и ремонт Дома культуры. Сёла Приамурья продолжают реализовывать проекты по поддержке местных инициатив. Так, в этом году в селе Нижняя Полтавка Константиновского района по программе благоустраивают парк. На обновлённой площадке появится уличное освещение, сцена, фонтан и лавочки. Стоимость проекта – более трёх миллионов рублей. И ещё у нас в планах обязательно завести белочек в нашем парке, чтобы люди не просто приходили отдыхать, а ещё и ухаживали за ними, кормили. А ещё жители Нижней Полтавки мечтают создать благоустроенный пруд. После того, как в 2013 году при наводнении была разрушена дамба, село лишилось единственного озера. Напомню, что в 2021 году в Амурской области в конкурсе по программе в поддержке местных инициатив победили 277 проектов. На их реализацию из регионального бюджета было направлено более 370 миллионов рублей. Тем временем населённые пункты Амурской области продолжают преображаться и в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» – нацпроекта «Жильё и городская среда». К примеру, в Зее в этом году благоустроили четыре общественных территории. Одна из них – площадь столетия города. На обновлённом пространстве появились декоративные уличные фонари, подсветка памятника, встроенная в асфальт, лавочки и вазоны для цветов. На благоустройство пространства было потрачено более 2 миллионов рублей. Также в городе преобразились площади гидростроителей Ленина и Шохина. А пока одни стараются и создают что-то для комфортного проживания в амурских городах и селах, другие продолжают это крушить. Очередной случай вандализма произошёл в Белогорском округе. Неизвестные сломали ограду и дверь в теплоузле Дома культуры села Низина, которая входит в городской округ. Это произошло в ночь на 1 ноября. Также были выломаны пруты металлической ограды и сломана беседка. Ущерб – более 100 тысяч рублей, сообщает администрация Белогорска. Вандалов разыскивает полиция. «Считаю, что данный акт совершался намеренно, так как они поднялись сначала на скамейку, на крышу теплоузла и повернули камеру видеонаблюдения в противоположную сторону, чтобы их не было видно. Данное действие происходит не впервые, уже на протяжении месяца». Выходки хулиганов уже не редкость и для тынды. Последний случай произошёл в городе в конце октября. Две несовершеннолетние девочки сломали несколько фигур, установленные в местном детском саду. Маленьких правонарушительниц зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, школьницы целенаправленно пришли на площадку и начали ломать конструкции. Однако в силу своего возраста юным вандалам удалось повредить только небольшие объекты, более крупные устояли. Администрация тынды напоминает, что все школы и детские сады оборудованы камерами видеонаблюдения. А это значительно упрощает поиск правонарушителей. В следующем году мы дополнительно будем также устанавливать в общественных местах видеокамеры, поэтому все вандальные действия обязательно попадут на плёнку и будут транслированы на широкую аудиторию. В парке Топольки в Свободном современное оборудование видеоконтроля не установлено. А поэтому найти хулиганов, которые в конце октября сломали горку и качели на детской площадке, скорее всего, не получится. А сейчас о необычных с первого взгляда нововведениях из жизни Белогорска. Популярные в наше время QR-коды этой осенью присваивают не только вакцинированным от ковида горожанам, но и уличным столбам освещения. Специальная наклейка содержит не только QR-код, но и порядковый номер, а также телефоны предприятия, отвечающего за бесперебойность работы уличного освещения. В случае, если не работает отдельный уличный фонарь или участок уличного освещения, горожане могут позвонить на телефоны обслуживающего предприятия или связаться со специалистами в социальных сетях, воспользовавшись QR-кодом. Для первоначального этапа работы напечатано 3500 стикеров. Необычную систему взаимодействия с населением предложил глава муниципалитета Станислав Милюков. Образцовая студия современной хореографии «Грация» из Белогорска стала обладателем диплома победителя 6-го всероссийского конкурса искусства 21 века. Творческое состязание прошло во Владивостоке. «Грация» – неоднократный участник международных всероссийских фестивалей и конкурсов. За 9 лет существования у коллектива появился свой почерк, обычаи, творческая манера. В студии обучаются хореографическому искусству 120 детей от 5 до 17 лет. Несмотря на то, что коллектив в основном занимается современным танцем, начальная подготовка детей начинается с основ классического и элементов народного танца. Проводятся занятия игрового стрейчинга и ритмики. Этот творческий коллектив – постоянный участник культурных мероприятий городского и областного уровней. На этом программа «Область говорит» завершена. Я желаю вам всего доброго и пусть в ваш дом приходят только хорошие новости. До свидания!